Друзья, всем привет! Согласно мнению большинства участников рынка сельхозтракторов, на сегодняшний день наиболее востребованными в нашей стране являются трактора классической компоновки мощностью от 300 до 370 л.с. В этой связи компания Россельмаш дополнила модельный ряд тракторов машинами тысячной серии моделей 340 и 320. О последней мы как раз и поговорим в этом видео. В основе трактора турбированный 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель Cummins QSC 8.3 рабочим объемом 8,3 литра, который развивает номинальную мощность 305 и максимальную 322 л.с. И крутящий момент не менее 1383 ньютон на метр с запасом около 35%. Система впрыска топлива электроуправляемая Common Rail. Форсунки расположены по центру цилиндра. Запас топлива содержится в двух топливных баках общей емкостью 658 литров. Силовая передача трактора усовершенствованная трансмиссия PowerShift 16 вперед и 9 назад с программируемой автоматической коробкой передач, при помощи которой можно выбрать, как будет производиться переключение передач, в ручном режиме или автоматическом. Трактор оборудуется гидравлической системой интенсивного потока HydroFlow с максимальным потоком в 208 литров в минуту и HydroFlow Plus производительностью 284 литров в минуту опционально. Данные системы имеют закрытый центр и управляются реакцией нагрузки. Гидрораспределитель в базе имеет 4 клапана дистанционного управления внешними гидравлическими цилиндрами. Навесное устройство трехточечное третьей категории, имеет грузоподъемность 6800 кг. Для работы с прицепными машинами имеется прицепное устройство, которое можно зафиксировать в одном из пяти положений для работы с оборудованием, требующим точного позиционирования. А также можно придать ему свободное положение. Односкоростной независимый вал отбора мощности на 1000 оборотов в минуту имеется уже в базовой комплектации. Опционально же доступен двухскоростной вал отбора мощности 540 и 1000 оборотов в минуту. Тормоза трактора автоматические, гидравлические, дисковые, мокрого типа, установленные в картере заднего моста. При нажатии на педаль тормоза автоматически активируется привод передних колес, поэтому в торможении участвуют и задние, и передние колеса. Трактор оборудован подключаемым передним мостом с дифференциалом повышенного трения. Опционально доступен передний мост с подвеской, а также с дистанционной электрической блокировкой дифференциала. Даже в базовой комплектации трактор поставляется со спаренными задними колесами шириной 710 мм и одинарными передними шириной 600 мм. Опционально возможна установка спаренных колес на переднюю ось, установка шин другой ширины, в том числе узкой для работы по пропашным культурам. Трактор имеет просторную кабину с площадью остекления более 6 квадратных метров, которая обеспечивает отличный панорамный обзор на 360 градусов. Все основные органы управления трактором и прицепными машинами находятся на эргономичной панели управления, которая в свою очередь интегрирована в правый подлокотник. Информация о состоянии трактора выводится на электронную приборную панель, расположенную на регулируемой рулевой колонке. Для облегчения управления трактор уже оборудован такими системами, как круиз-контроль, системой управления по краю поля, а также системой ауто-стерриди, которая позволит быстро и без лишних затрат интегрировать систему автовождения любого производства. Габаритные размеры трактора с передним балластом составляют длина 6,4 метра, высота 3,4 метра, ширина 4,6 метра со спаренными задними колесами и 2,6 метра с одинарными. Радиус поворота по передним колесам составляет не более 6,4 метра. Вес трактора без балласта чуть меньше 11 тонн. Максимально допустимый вес более 14 тонн. Рубейчик, это что такое? Во нейтралке ходит. Ой, это нейтралка. Пятное положение. Если я вперед включу сейчас... Сейчас МТ, парковка. А, пара. А теперь передача получается? Да, передача. Р-ка назад. Так, передача. Как переключается? Ну, нажимаешь на фиксатор. Вперед. Нажимаешь назад. Приключение вот уже идёт. Плюс-минус. Так, а чтобы стронуться с места, что нужно сделать? Тронуться. Держишь тормоз. F5. Опускаешь тормоз. То есть, этой педали не обязательно пользоваться? Да, не обязательно. Без него трогаться не нужно. А если орудие зацеплено? Земля, это так же, да? Тоже, ну, на первый, например, тронулся вот так. Просто медленно пойдёт. Просто, когда останавливаешься, на скорости не надо на тормозе. Это как автомат, не держать не надо. А как таковой толчковый педаль должен толком и пользоваться. Так, а у дисплея какие функции есть? Дисплей этот чисто на 4 секса гидравлики. Получается. Гидравлику включил, вот 4 секса показано. Вот здесь они все не на нейтрале. Включаешь первую, вот стрелка. Вот сейчас первую включишь, включишь вперёд. Стрелка вперёд, это получается. Пошла подача. Пошла подача, да. Вот это показывает то, что здесь плавающий режим. Отпустил сюда, это уже в эту сторону получается. Так, а управление? Ну, управление вот этих кнопок. Рычажки, можно сказать. Нейтраль у всех спереди, а этот плавающий спереди фиксируется. Так, из основного вот что для управления такое. Что здесь сейчас? Ручной газ. Ручной газ. Что ещё есть? Вот это получается у нас, этот круиз-контроль. Тут можно регулировать, повышать, понижать. Вот получается, включается здесь, здесь повышается, здесь уменьшается. Что даёт круиз-контроль? Ну, зацепил орудие, поехал, нажал на круиз. Он у тебя определённую скорость держать будет. Или, например, на поле поехал, по асфальту едешь, свою скорость взял и поехал. Так, это панель управления за ненавесным устройством, так? Ну, это навесным устройством, да. Вот этот рычажок, это подъём-опускание? Это флажок, да, подъём-опускание. Навеска вот через кнопку включения-выключения навески. То есть, вот так она сейчас включена? Да, да, вот так она включена сейчас. Ну, здесь разные настройки, можно настраивать на положение, с каким усилием подъём-опускание там получается. Вот это получается на опускание, это на подъём усилия. Здесь положение тоже, например, по флажке. Можно, например, это на опускание, можешь отрегулировать. Вот так сделаешь, у тебя он наполовину опустится. То есть, чтобы не забыться, например, о лишнем. Да, да, да. Например, если вот сюда нажал, у нас он поднятый сейчас. Вот, получается, поднял до конца. Вот это поднятый до конца, получается, это опущенный. Понятно. Кстати, в этом положении вот плавающий. А вот дальше это вал отбора мощности, да, в жёлтых? Здесь, да, вал отбора мощности. Так, дальше панели. Это уже светотехника, электроприборы. Это светотехника, да, электроприборы, аварика, фары, получается. Вот здесь блокировка дифференциала. Так, здесь включение гидравлики как раз, вот эти четыре кнопки. Так, это не используется. Это переключение режима, получается, по скоростям. Например, кнопка же есть, сейчас на единичку, на три поставишь, нажал, у тебя, например, первая скорость была сразу на три скорости вперёд, на четвёртую. То есть, это включение переднего моста, получается. Оверрайд, это, например, какая-нибудь ошибка была, критическая ошибка. У этого трактора, если критическая ошибка произошла, она всё заглохнет и заведётся. Например, ты поперёк дороги встал, нажимаешь оверрайд, и ты на 30 секунд можешь включить двигатель, завести, и, получается, можешь с дороги убрать. Некритичные это жёлтые светом, например, загораются, а критичные у жёлтые, получается, красные. Давление масла выпало, температура охлаждающей жидкости там критическая. Понятно. А вот сверху приборы, это чисто управление климатом, да? Это управление климатом, здесь, да. Ну, это, это... Электроэгульировка по зеркалам. Это подогрев зеркал. Это что ты сейчас делаешь? Ну, там скорость, можно всё показывать, по-моему. А, переключение на дисплее. Да. Скорость вон, сколько часов, всё, короче. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...